Правильно? Ваши сейчас ключевые партнеры это Франция и Греция, а наиболее, называется, относительно близко кровно-родственная страна это Греция, правильно? Ну это ваши двоюродные братья, даже по языку, правильно? И вас, естественно, объединяет нелюбовь к Турции, да, и много чего вас еще с Грецией объединяет, да? В Франции, понятно, диаспора. Большая диаспора, да, в России, судя по всему, в России армян примерно столько же, сколько в самой Армении. Но большая диаспора в Америке, большая диаспора во Франции, диаспора на диаспору, а армянская община в той же самой Франции это связующее звено между Арменией и Евросоюзом, правильно? Правильно. Поэтому ничего армянской диаспоры в России против армянских диаспор в странах Запада в качестве связующего звена сделать не сможет. Кроме того, раз уж вы пошли в сторону Евросоюза, Евросоюз находится в состоянии посредованной войны с Россией. И он будет требовать от Армении рвать связи с Россией. Понимаете? То, что для вас первично, это вопрос с Азербайджаном, для него вторично. Для него главное, для США и для Евросоюза, чтобы с Россией порвали. Он будет от вас этого требовать. А Азербайджану он никогда не собирался вступать ни в какие интеграционные структуры, где главную роль играет Россия. Ввиду того, что его старшим партнером, за которым он полностью следует, является Турция. А Турция член НАТО. К тому же сама по себе имеющая непростые отношения с Россией. С учетом того, что Алиев и Пашинян вдвоем вышвырнули Россию из Карабаха, каждый со своей стороны. Обрели от этого проблемы Армения. Обрела, на самом деле, обрел от этого проблемы Азербайджан. Он сейчас отчасти пытается лавировать, потому что понимает, что понял, что, в общем, ему придется иметь дело исключительно с Западом. А ему бы этого не хотелось. И Турция здесь противовесом Западу, как член НАТО и ассоциированный член ЕС, быть не может. Так что у вас выбора нет. Вам прикажут из Евросоюза и НАТО рвать с России. Посмотрите на своих соседей в Грузии. Ну, там отношения с Россией давно разорваны. Вот в любом другом случае на действия руководства Грузии в ЕС никто бы не обратил внимания. А сейчас требуется военная дисциплина. Вот и от вас, как и от Грузии, потребуют военные дисциплины в отношении с Россией. Так что тут вариантов не осталось. Понятно, что вы все-таки не хотите все яйца класть в одну корзину и какие-то каналы на всякий случай с Россией все-таки связи готовы сохранить. Но сейчас немирное время. Противостоять давлению Запада в вашем слове Россия, к сожалению, не сможет. Все. Запад в Закавказье будет заниматься там выстраиванием отношений между вами троими. Россия от вас то же самое требует. Однозначно встаньте на нашу сторону. Вы и при Саркисяне, не говоря уже при Башиняне, проводили многовекторную политику. Так? Так. Поэтому сейчас военное время. Причем не вашего локального конфликта, а куда более крупного. На самом деле Иран изначально именно наставил на таком коридоре, который будет находиться под контролем Ирана, либо через свою территорию, либо через территорию Армении, но под контролем именно Ирана. Понятно почему. Потому что эта страна уже региональная и она больше всего зависит. Это отчасти ответ на вторую часть вопроса, почему Белоруссия и Казахстан промолчают. Потому что для них это периферия и, в общем-то, вопрос, как бы он ни решился, главное, чтобы мир был. А для Ирана это жизненно важно. И Россия здесь, может быть, представители промолчали, но повестка дня между Ираном и Россией координируется постоянно. Тут можно вспомнить и такие достаточно жесткие слова иранской стороны в отношении России в ангизорском коридоре. В данном случае иранская позиция, она остается неизменной. Она, как ни странно, объективно гораздо больше отвечает интересам Армении, чем тот курс, который проводит нынешний руководитель. Ну, во-первых, насколько я знаю, в Нахичеване все-таки больше самолеты летают. Хапутный транспортный коридор для гражданского населения отсутствует. Да, он есть, грузы передаются, оставляют. Гражданского транспортного коридора, как я понимаю, его нет. Получается будет тем, что, во-первых, будет полноценное в таких случаях независящее, если будет принят именно азербайджанский вариант. Для Азербайджана это будет непрерывный, неподконтрольный транспортный коридор, неподконтрольный со стороны Ирана, с которым у Азербайджана, ну, скажем так, не совсем гладкие отношения, несоюзнические. И это будет прямой коридор не только в Нахичеване, но и в Турцию. То есть выстраивается определенный поиск, который будет отрезать уже Иран не столько даже от Армении, сколько от Черноморо-Каспийского региона в целом. Армения уже много от чего отказывалась, и результаты были для нее плачевными. Поэтому я думаю, что вот Россия с Ираном сможет договориться, а вот с Арменией при нынешнем правительстве большой вопрос. Но ответ понятный, потому что это присутствие в регионе, и потому что это возможность урегулировать отношения между Арменией и Азербайджаном, с которыми с одними странами, несмотря на их внутренние противоречия, Россия поддерживает достаточно хорошее отношение. Сейчас даже с Азербайджаном, наверное, лучше, чем с Арменией, опять же, в силу внутренних армянских причин. И отказываться от этого она не намерена. Индийская модификация Су-30, которую они сейчас сами пакет разработали, она включает в себя установку новой радиолокационной станции с активной базированной антенной решеткой, что достаточно серьезное изменение. Плюс индийские вооружения воздух-воздух, они превосходят те ракеты, которые у Армении сейчас имеются. По крайней мере, то, что мы видели в открытых источниках, это только довольно устаревшие ракеты Р-27. Поэтому Астра, которую Индия может поставить, она превосходит во всем, в принципе, это изделие. Но здесь нужно думать, что делать именно с расширением, в принципе, возможностей военно-воздушных сил. Есть ли перспектива у направления, собственно, Су-30, есть ли перспектива увеличения их авиапарка, либо если такой перспективы не намечается, то инвестировать в их модернизацию серьезные деньги не обязательно, что это оптимальное решение. Поэтому на эту ситуацию надо со всех сторон внимательно посмотреть. Может быть, нужно вообще другую платформу авиационную рассматривать. Что касается вообще возможностей проведения этой модернизации, тоже здесь вопросы есть определенные. Потому что конфигурации истребителей Су-30СМ и Су-30МКИ, которые у Армении и у Индии, соответственно, находятся, несколько разные, и, возможно, нужна некоторая адаптация индийского пакета модернизации. Опять-таки, что может каким-то лишним затратам теоретически привести и сделать этот проект дороже ради четыре. Особенно если учитывать, что истребителя всего четыре. Но здесь много вопросов. Может быть, на них стороны смогут найти положительные ответы и тогда приступить к работе в этом направлении. В принципе, я думаю, что адаптировать ракету «Астра» под наши Су-30 армянские можно и без какой-то кардинальной модернизации носителя. То есть, это достаточно такой дешевый вариант может быть. Я не вижу никаких невыполнимых здесь задач. Но речь шла вообще, в принципе, о более глубокой модернизации самолета с увеличением его возможностей в целом. Не только возможностей применения другого вооружения. Но если даже, в принципе, представить себе, что «Астру» интегрируют в Су-30, который сейчас у Армении имеется в таком виде, все равно это его боеспособность в определенной мере повысит. Но, в принципе, на Су-30 могут и другие индийские некоторые вооружения адаптировать. Допустим, ракеты «Брамос», противокорабельные. Не только противокорабельные, в принципе, и по надземным самолета могут работать. Сверхозвуковые крылатые ракеты. Все это возможно. Вопрос в том, сколько это будет стоить, насколько сложно это сделать и насколько это целесообразно, как я уже отметил. В плане Южной Кореи, я думаю, никакого конфликта здесь возникнуть не может. Потому что у Индии с Южной Кореей я слышал о каких-то негативных отношениях. Южнокорейский рынок вооружения один из самых развивающихся. Превосходит большинство европейских стран и по возможностям объема выпуска, и по типам техники. Здесь интересно другое, есть ли конфликт интересов, связанных с Курцией и Южной Кореей. Потому что Южная Корея, в принципе, достаточно активно с Курцией в вопросах, и он пока сотрудничает. Но направление определенно интересное, чтобы попробовать, по крайней мере, пощупать этот рынок. По Китаю. Здесь, я думаю, что достаточно мало информации, как, в принципе, и Южная Корея, что о чем на самом деле там были переговоры. Пока что мы ни в каких открытых источниках не видели сообщения о том, что Армения что-то планирует закупать или какие-то переговоры велись с Китаем. Я не думаю, что ситуация настолько острая здесь все-таки. Вряд ли с Китаем будет больше сотрудничества или даже столько же сотрудничества, сколько с Индией. Но какие-то элементы сотрудничества, я думаю, что вполне могут быть. То есть отношения Индии с Китаем не лучшие, но я не могу сказать, что это прямо вот предвоенное состояние какое-то. То есть здесь важен баланс какой-то правильный соблюдать. Не слишком много это делать. Но я думаю, что здесь какой-то предел гибкости в этой истории тоже имеется. Во-первых, любые законодательные акты любой страны, естественно, они на сегодняшний день считаются достаточно гуманными, гуманитарными и гуманитарно ориентированными. У нас регулируется это положение тем, что подписаны конвенции, включая содержание в том числе преступников или даже людей подозреваемых, или может быть даже политических. То есть разные категории в тюрьмах. И там действительно речь идет о том, что пытки недопустимы и тому подобное. Значит, разговор идет вот о чем. Что если на сегодняшний день, значит, одна из сторон считает, что данный гражданин имеет, ну, опасность, скажем так, для государства или для здоровья всех граждан, и он надлежит находиться в местах лишения свободы, государство, конечно, это может делать, и оно это и делает. Но когда речь идет о том, что при добыче информации требуется выбить эту информацию путем пыток, то понятно, что это противоречит всем конвенциям. Однако это может не противоречить интересам государства. Ну, например, интерес государства заключается в том, чтобы данная информация была получена любым способом, правым, неправым и так далее. Поэтому вполне возможно, что такого рода вещи происходят не только там в Азербайджане, да и во всех любых странах. И могут еще происходить. То есть получается, что в современном обществе, к сожалению, интересы государства ставятся выше интересов конкретных людей. Эта концепция пришла к нам еще, к сожалению, из давних времен. И с гуманитарным направлением, конечно, это не связано. Но заключается все это в том, что оспорить, что там были пытки, требуется только наличие экспертизы. Экспертизу, естественно, в тюрьмы не пустят. И поэтому здесь остается только надеяться на шум журналистов и на шум правозащитников, которые будут доказывать, что данный человек все-таки находится в заключении. И не просто в заключении, но еще подвергается пыткам. То есть я к чему так говорю? Что нормативы есть, но они могут не исполняться в интересах того же самого государства. Естественно, это любое государство, группировка людей, которые взяли власть таким или иным образом. И понятно, что совсем не обязательно, чтобы эти люди хотели выполнять те или иные конвенции. То есть речь идет о том, что на сегодняшний день, к сожалению, прицепить какое-то государство к тому, что вот оно использует пытки, а надо бы пытки не использовать. Но это сегодня, к сожалению, невозможно. Причина, как я сказал, это интересы правящей группировки того или иного государства. Это было всегда и, наверное, будет всегда. Насколько мне известно, и в Азербайджане, и в Армении, и в России у нас существует возможность у каждого гражданина, если идет нарушение его прав, прав человека, личности, например, те же самые пытки или еще что-то, обратиться в международные суды. Но это не значит, что они обязаны это делать. Здесь нужно смотреть на то, что одно дело ты имеешь право, а другое дело ты обязан. Вот обычные международные суды делают как? До тех пор, пока вам не откажут конкретно в судах, например, обратились они в суд азербайджанский, азербайджанский суд пишет, что нет, мы считаем, что это неправильно, значит, ваше обращение, и мы вам дадим отказ. Да, на этом основании они могут просто послать, если нет, да, это так. И только после этого ты можешь обратиться уже непосредственно в Европейский суд, например. Ну, потому что обычный Европейский суд просто так не принимает. Но они требуют либо отказа, либо каких-то еще действий того или иного государства, по-другому не получается. Оцениваю положительно, впечатления тоже позитивные. Он человек опытный, он вырос в Советском Союзе, служил в Советской Армии, очень много у нас воспоминаний о той прошлой жизни. И он настроен твердо на улучшение российско-армянских отношений, что у нас вызывает полную поддержку. Обещали, вернее, договорились, честно взаимодействовать по любым вопросам возникающим, выходить на прямой контакт и все обсуждать. Позитивная встреча, я считаю, и, в общем-то, думаю, что будем продолжать эти контакты. Мы договорились, что будем общаться напрямую, там, непосредственно через прессу или какие-то высказывания. Если возникают спорные вопросы или вопросы, требующие разъяснений, проще встретиться самим, проговорить и расставить все точки над ней. Поэтому я считаю, что этот настрой очень позитивный. И у пославного тоже настрой в этом плане позитивный. Он приехал в Москву, налаживаются отношения, выводить их на более высокий уровень. Но я думаю, что Армения, равно как и Россия, заинтересована в углублении наших отношений. Прежде всего, в экономической сфере. У нас там хорошо развивается экономическое сотрудничество. Армения очень активный член Евроизийского экономического союза, который выгоден всем участникам этого договора. А если возникают какие-то вопросы, я еще раз повторяю, надо не через прессу выяснять, мы так решили, а выяснять при личных встречах. Вот я думаю, что мы и до Нового года еще будем встречаться, видеться. Так что нормально все. Настрой позитивный, настрой позитивный. Это я увидел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова